Кировское областное государственно-образовательно-автономное учреждение начального профессионального образования профессионального училища номер 16 города Белая Холмитца. Белая Холмитца – это районный центр, который находится на расстоянии 80 километров от Кирова в сторону Амутминска. Градообразующим предприятием города является Белыхолуницкий машиностроительный завод. В 1966 году на его базе было создано профессиональное училище номер 16 для подготовки рабочих кадров. В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно сделать выбор, выбор своей профессии, от которой будет зависеть дальнейшая его судьба. Судьба его родителей, его детей, его семьи. Что ему нужно сделать, чтобы сделать правильный выбор? Как вы сделаете выбор? Это тысяча вопросов, на которые нам придется найти ответ. И, дорогие ребята, мы этот выбор будем делать сегодня вместе с вами. Ведь каждая профессия важна для нашей страны, для нашей Родины. Мы, старшее поколение, верим в вас, надеемся на вас, любим вас. Успехов вам, друзья! До новых встреч! В настоящее время в училище ведется обучение по 12 профессиям начального профессионального образования. Сварщик. Автомеханик. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Станочник. Металлообработка. Повар. Кондитер. Оператор швейного оборудования и другие. И по 35 программам профессиональный подготовка. Профессия сварщик. Специальность электросварщик лучной сварки 3-4 разряда. Газосварщик 3-4 разряда. Что нельзя скрепить болтами, соединяется огнем. Сварщик – профессия для настоящих мужчин. Сварочная работа требуется везде. Взять коммунальное хозяйство, строительство жилых объектов, железную дорогу, машиностроение, нефтегазовую отрасль. В нашем училище оборудована сварочная мастерская на 14 рабочих местах в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности. Педагоги развивают не только профессиональные навыки учащихся, но и творческие способности. Мы участвуем и становимся победителями на областных выставках, региональных конкурсах технического творчества. Профессия автомеханик. Специальности. Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда, оператор заправочных станций, водитель автомобиля в категории B и C. Скоростной век автомобилей без профессии автомеханика не обойтись. В автосервисах такой специалист может выполнять самые различные виды работ, разбирать и собирать узлы автомобиля и устранять неисправности. Оператор заправочной станции может производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях и проводить их техническое обслуживание. Получив водительское удостоверение категории B и C, вы сможете управлять легковыми и грузовыми автомобилями. Так или иначе, но автомеханик без работы не останется никогда. Так что данная профессия является достаточно прибыльной и всегда актуальной. В нашем учебном заведении вы получаете возможность обладать всеми специальностями данной профессии. Профессия «Ковар-кондитер». Специальности Повар 3-4 разряда Кондитер 3-4 разряда От поколения к поколению люди передавали опыт приготовления пищи. Они бережно хранили все традиции, связанные с едой, понимая, что пища – это основа жизни, здоровья и благополучия. Повара кормят нас почти всю жизнь, начиная с детского сада. Кондитер занимается приготовлением различных видов теста, начинок, кремок, выпекает и украшает продукции. У нас для обучения по профессии «Повар-кондитер» имеется учебная мастерская, оснащенная всем необходимым оборудованием. Получив образование в нашем учебном заведении, вы сможете работать в столовых, кафе, ресторанах, Везде, где царят на кухне волшебники вкусов и ароматов, повар и кондитер. Приятного аппетита! Оператор швейного оборудования. Специальность – швей 2-3 разряда. Кому не хочется выглядеть красиво и элегантно, эту задачу может решить настоящий профессионал. Швей – это человек, способный из куска ткани сшить вещь достойную внимания и помогающую приобрести индивидуальность. Профессиональная подготовка обучающихся по данной профессии проводится в мастерской нашего учебного заведения, которое оборудовано универсальными и специальными швейными машинами. Работа для швеи найдется на фабриках, фирмах по производству одежды, а также в ателье, где осуществляется индивидуальный пошив. В учебном корпусе проводятся занятия по общей образовательной и профессиональной подготовке. Кабинеты технически оснащены современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами. Занятия проводят высококвалифицированные педагоги, наставники молодежи, которые дают необходимые теоретические знания и способствуют формированию всесторонне развитой личности человека. В нашем учебном заведении созданы условия для формирования здорового образа жизни. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, на стадионе, в спортивном комплексе. В здании учебного корпуса также находится библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный и тренажерный зал. Всем обучающимся бесплатно предоставляются учебники и дополнительная литература. В медицинском кабинете есть все для поддержания здоровья обучающихся и коллектива. Научиться оказывать первую медицинскую помощь помогут специальные тренажеры. Хорошее питание – это залог эффективного обучения. В нашей столовой учащиеся могут бесплатно пообедать. Разнообразие блюд-меню дополняет работа буфета. Иногородним учащимся предоставляется общежитие. Уютные комнаты для проживания, обучения и отдыха оборудованы необходимой мебелью. Безопасность проживающих в общежитии обеспечивается видеонаблюдением. Имеются медицинский кабинет, кухня, санитарно-гигиенические узлы, прачечные. Деятельность нашего учебного заведения направлена на взаимное сотрудничество со службами, предприятиями и индивидуальными предпринимателями города и района. В последние годы не только в Белохоломинском районе и Кировской области, но и по стране в целом, наблюдаются острый дефицит рабочих кадров. В наш центр занятости в 2012 году работодателями было заявлено 890 вакансий для трудоустройства на временные и постоянные рабочие места. 87% в структуре заявленных вакансий занимают рабочие профессии. Наиболее востребованными на местном рынке труда являются станочники деревообрабатывающих станков. На 77 вакансий заявленных работодателями претендует всего лишь 6 граждан, зарегистрированных в центре занятости и имеющих данную профессию. В 6 раз превышает спрос предложения по специальности слесаремонтник. Также наиболее востребованы на сегодня являются трактористы, электрики, электрогазосварщики, водители различных категорий, повара. И поэтому мы тесно сотрудничаем с Белохоломинским училищем номер 16. Наши выпускники работают на Белохоломинском машиностроительном заводе, выпускают продукцию отличного качества, получают достойную зарплату и социальный пакет. Многие из них являются высококлассными специалистами. Учащиеся после получения профессии повар-кондитер востребованы на предприятиях общественного питания города и района. Я обучался в профессиональном училище ГБТУ-16, профессия электрогазосварщик. Учеба в училище дала мне первоначальное знание, опыт общим вопросам технологии и производства, экономика и предпринимательства. После успешного окончания училища, в соответствии с профессиональной подготовкой, организовал свое дело, которое в настоящее время эффективно развивается. Это новые технологии переработки древесины. На этом производстве организовано более 30 рабочих мест. Работая на предприятии Первомайский леспромхоз топливной промышленности уже 15 лет, с 1998 года, столкнулся на своем предприятии со следующей проблемой. Проблема – это кадровая проблема, которая, наверное, не только нас касается, а касается всех отраслей промышленности нашего района. На сегодняшний день мы в тесном контакте начали работать с ПТУ-16, где проходят обучение будущие специалисты, которые в ближайшее время будут поступать на работу на наше предприятие. Сегодня мы с ПТУ-16 принимаем себе на практику людей, отслеживаем их будущее. Нам необходимы специальности как трактористы, как водители, как токаря, как сварщики, как станочники. Все специальности востребованы. В будущем нашим предприятиям уже рассмотрелся вариант по приемку на работу специалистов и по предоставлению им жилья, для того, чтобы эти люди пришли к нам непосредственно, влились в экономику нашего района и в производственный цикл нашего предприятия. Также с руководством училища достигнуто следующее соглашение. Мы готовы предоставить им технику. В ближайшее время обсуждали вопрос по предоставлению оборудования, которое будут изучать в нашем училище. Значит, и впоследствии тех людей, которые будут обучаться, будем опять же, буду говорить так, принимать к себе на практику и в конечном итоге дожидать их уже здесь полноценными специалистами, которые будут работать на нашем предприятии. Ну и со своей стороны хочу сказать, дорогие мои ученики, я сам в свое время оканчивал данное училище. Оканчивал его по профессии сварщик. На сегодняшний день я имею шестой разряд сварщика, хотя нахожусь здесь, в этом кресле. Каждому из вас желаю достичь таких результатов, достичь таких высот, стать отличным специалистом, окончив данное учреждение. С уважением, директору Первомайского лесопармхоза Олега Валентиновича. Условия приема. Срок обучения 2 года 5 месяцев. С получением среднего общего полного образования. Прием по собеседованию без вступительных экзаменов. Возможность получения дополнительной профессии на льготных условиях. Возможность продолжения обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Учащимся предоставляется Бесплатное одноразовое питание, Общежитие, Ежемесячные стипендии, Юношам отсрочка от армии до 20 лет. Вы не хотите к нам учиться? Вы не хотите к нам учиться? Время톤 Редактор субтитров onde вовсит IDs Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok